Музыка Пришло время поговорить о здоровье. Меня зовут Инесса Панченко. Здравствуйте. Иногда проблемы со здоровьем у человека начинают формироваться еще в утробе матери. И с самого рождения ребенок вынужден приспосабливаться к жизни, тогда как его тело еще не готово воспринимать окружающий мир в полной мере. Врожденные пороки развития лица, челюсти и зубов – это достаточно частые, а нередко и тяжелые заболевания. Установлено, что в последнее время в мире прогрессивно возрастает количество таких случаев. В частности, врожденные расщелины верхней губы и неба составляют около 13% всех врожденных пороков развития человека. Об этом поговорим сегодня. Знакомьтесь, пожалуйста, наши эксперты, представители больницы имени Середавина. Александр Серегин – главный детский челюстно-лицевой хирург, а также заведующий центром врожденной и приобретенной патологии челюстно-лицевой области. И Надежда Ворожейкина – врач-ортодонт. Также сотрудник данного центра, правильно? Еще раз здравствуйте. Очень часто говорят «зайчья губа» и «волчья пасть», но это такие обывательские понятия. Медики пользуются другими выражениями. Как говорится правильно? Расщелина… А «зайчья губа» и «волчья пасть» – это такие устаревшие названия, которые мы стараемся из нашей речи сотрудников медицинских учреждений вообще исключить. Потому что это для родителей всегда является таким травмирующим фактором. Хотя, если говорить по закону, международная классификация болезни МКБ-10 в 1998 году в скобочках по-русски написано «врожденная расщелина губы и неба, заячья губа и волчья пасть». Кажется, что это понятие такое… случаи такие достаточно редкие. Не знаю, не встречаешь же каждый день на улицах людей с такой патологией. А на самом деле, если брать Самарскую область, то как часто встречаются подобные случаи у нас? На самом деле, это, к сожалению, с каждым годом у нас встречается все чаще и чаще. Раньше, если мы будем говорить про 70-80-е годы, у нас один ребенок такой рождался на 1050 детей живыми, родившихся. Сейчас, с каждым годом эта цифра растет. И сейчас у нас, по последним данным, где-то каждый 630-й ребенок в Самарской области рождается врожденной расщелиной губы или у него были бы другим врожденным пороком чечницевой области. На самом деле, эта цифра вроде бы кажется много, там каждый 630-й, но это получается где-то порядка 50-45 детей ежегодно таких детей рождаются. На улицах, почему мы не встречаем или не бросаясь нам в глаза, к счастью, сейчас у нас есть чудесная наука хирургии, ортодонтия и логопедия, что мы можем это исправить и привести к такому виду, что непрофессионалу, иногда даже профессионалу, сложно даже заметить, что лицо становится абсолютно таким же, как у обычного ребенка или взрослого человека, и он у нас из толпы практически не выделяется. Какова причина? Почему появляется такая патология у детей? Ну вот мы были на конгрессе, в международном конгрессе, и в частности Америка, ну она во многом впереди планета идет. У них есть исследования, есть центры, которые занимаются этой проблемой многие-многие годы. Банк данных они отслеживают, и питание ставится уже во главу угла. То есть все-таки первая очередь то, что мы едим? Да, они учат пациентов правильно питаться, принимать достаточное количество витаминов и минералов во время беременности. То есть они следят за этими пациентами долгие-долгие годы, и тогда, когда мама или папа собираются оставить после себя, они в этот центр обращаются, их, конечно, все наблюдают с большим интересом, потому что многое пришлось откорректировать, и вот в частности было конкретно про фолиевую кислоту сказано. Да, вот хотела спросить вас, какая здесь связь с фолиевой кислотой и данными патологии? Так, это ученые установили, что и многие патологии, на многие патологии влияют то, чем мы питаемся, как это правильно, потому что то, что скушал, то и встроилось в организм. Следующий фактор – это, конечно, экологическая обстановка у нас, потому что там более тысячи факторов, то есть это химические заводы, химические предприятия. Также большое внимание сейчас уделяется вредным привычкам родителей и папы, и мамы, потому что иногда у нас считается, что мама должна быть здоровой, папа может вести любой образ жизни. На самом деле, к сожалению, они оба, или к счастью, оба участвуют в создании ребенка, и вот это курение, алкоголизм, употребление наркотиков, это тоже все влияет на половые клетки в частности, и потом, когда начинает формироваться ребенок внутриутробно, то это также влияет на него, потому что уже доказано, что никотин проникает через плацентарный барьер, алкоголь проникает через плацентарный барьер. Действительно ли, что если женщина выкуривает до 10 сигарет в день, то это в десятки раз увеличивает риск развития плода уже с такой аномалией? Да, это доказано не только с нашей, то есть там бывает, скажем, наше, слава богу, устранимо. Бывают там пороки головного мозга, пороки конечностей, внутренних органов сердца, легких, других систем, что уже, в принципе, сложно очень корректировать. Также это работа на химических заводах или там нефтеперерабатывающей промышленности. Вот у нас есть соседка Башкирия, там есть некоторые районы области, ну или там республики, где каждый 70-й ребенок рождается в рожденный расщельник, либо или не оба. То есть так вот нефтеперерабатывающая промышленность влияет на формирующиеся плоды. Это вообще цифры какие-то страшные. Да, ну вот они как бы мы говорим, то есть они сейчас борются с закрытием этих заводов и переносом их там, где нет. Или минимальное количество населения. Также здесь влияют инфекции, которые у нас вроде бы кажут, что никак не влияют. То есть это герпес, цитомигаловирус, там хламидии, лямблии. То есть то, что в принципе может долгое время вообще никак себя не проявлять? Да, это все живет спокойно, нет никаких клинических проявлений, все живут спокойно. Мама спокойно, папа спокойный. Вначале ребенка, потом вот все проникает также через кровь в плоду, и те же самые формируются в рожденные пороки. Поэтому беременность, мы как бы в институте, в университете всем говорим, что беременность должна быть у нас запланирована. Потому что мы уже живем там не в древние времена, когда это все спонтанно случалось. Что сейчас уже надо к беременности готовиться. Понятие запланированное включает не только то, что решили, значит будет ребенок. Надо готовиться к ней, то есть это обследоваться, собрасть, то есть это должно быть решение обоих родителей, чтобы должны быть готовы к этому. То есть это не то, к чему у нас, к сожалению, зачастую сводится. Может быть уже давно стоило бы в старших классах подумать о каком-то таком специальном курсе. Да, хотя много говорят, но мало кто знает. Надежда Александровна, а что американские светила говорят по поводу наследственности в этом плане? Ну, наследственность тоже имеет свое действие, потому что мы вот наблюдаем семьи в центре, которые действительно в третьем поколении, они рождают таких детей, или одна семья рождает три ребенка подряд с данной аномалией. И вероятнее всего, конечно, у нас есть генетический центр, конечно, мы направляем к генетикам, и над этим тоже надо работать, потому что когда уточняешь у пациентов, что вам сказали? Ничего. Есть ли генетическая поломка? Это дорогостоящее обследование, которое, по-видимому, пока недоступно. Ну да, и не каждый может себе позволить, конечно. Хотя вероятность генетической… Но не каждый считает необходимой. Да. Да. Потому что, в принципе, если хирургия и ортодонтия на высоком уровне, они считают, что ребенок будет восстановлен, и рождать таких детей никто уже не боится. Если я вас правильно поняла, то патология начинает закладываться еще в утробе матери, когда ребенок плод. Можно ли в этот период уже продиагностировать, что будет у ребенка патология развития лица? Ну, критическим периодом, в частности, если мы говорим про патологию челюсти на лицевой области, там губа, либо неба, это первые три месяца беременности. То есть, когда идет формирование лица. В последующем уже, в принципе, никаких проблем с лицом. Там на УЗИ ведь не увидишь еще на таком сроке? На УЗИ уже видно. Видно? Когда проходит первый УЗИ, это первый скринин 13-14 недель, то есть уже формирование лица закончилось. И там уже, в принципе, можно увидеть. Но, к сожалению, у нас, по данным центра, всего лишь 30%. Ну, хотя, может быть, это и много. 30% беременных женщин уже знают, что будет рождаться ребенок с расщелиной губы, либо неба. И, в принципе, мы уже проводим с ними беседы. У нас есть по четвергам проходит, так называемый, перинатальный консилиум, куда приглашаются беременные женщины с супругом, там, или с родителями своими, для того, чтобы мы могли с ними, в принципе, объяснить. То есть, чтобы мы их подготовили к рождению такого ребенка. Но за 6 месяцев можно подготовиться. Да, то есть мы показываем фотографии, например, вот был ребенок до операции. Ну, приблизительно, например, то есть ребенок будет похож на вот этого ребенка. Вот ребенок после операции, что никаких там грубых нарушений у него нет и не будет. Что, как правильно ребенка такого вскармливать? Потому что кормление, конечно, вызывает значительные трудности, потому что сосать грудь он не может, сосать обычную бутылочку он не может. Соответственно, беременная женщина должна уже приготовить, что, возможно, возникнут трудности, что чуть-чуть будет сложнее уход за ним. Но в последующем, при должном уходе, все будет замечательно. Если, извините, если буду употреблять народные выражения по поводу заячьей губы, если ее сразу видно, то, например, о расщелину неба, наверное, не каждый определяет и сразу у рожденного ребенка, не каждый родитель, да? Бывает. Здесь не родители, здесь зачастую, то есть не зачастую должны ставить это врачи-неонатологи. То есть родился ребенок. Если, конечно, был диагностирован порог до родов, то есть при натальном периоде, конечно, они уже, как бы, акушер-гинекологи и неонатологи готовы. Вот, как мы говорим, 70% случаев, когда мы не знаем о таком ребенке, что он рождается, то при осмотре полости рта, потому что всегда проводят санации полости рта, то удаление слизи, там, какой-то жидкости изо рта, то, в принципе, это все видно. Но иногда бывает, что не всегда это заметно, либо состояние ребенка достаточно тяжелое, что как бы в первые сутки, часы, ну, не совсем до этого. Потом, конечно, когда ребенок более-менее у нас адаптирован, то тогда проводится полноценное обследование, и, в принципе, все это мы обнаружим. Но это обнаружат в первые сутки, там, несколько дней после рождения. Я читала такую статистику, что расщелина верхней губы и неба чаще бывают у представителей латиноамериканцев. И вот-то бы есть еще статистика, патология, какая больше поражает девочек, какая мальчиков. Или это все так разговоры на бытовом уровне? Ну, сейчас, по данным, то есть латиноамериканцы, они встречаются у них реже. Проблема в том, что сейчас на первые места выходит Япония, США, Европа, ну, и мы как развитая страна. Потому что в таких странах не все дети, ну, которые мы говорим, там, Латинская Америка, Африка, не у всех детей есть возможность дожить до того возраста, когда их можно оперировать. То есть они просто погибают, то есть рождаются где-нибудь племени, конечно, за ним никто там соску, вертикальное кормление не будет. То есть он, ну, просто чисто физически захлебнется, там, молоком, либо там, чем-либо и погибнет. А у нас сейчас достаточно хорошо развивается реанимация, реабилитационная мероприятия. То есть такого ребенка могут выходить, то есть довести до того состояния, когда можно провести операцию, когда можно проводить дальнейшие методы лечения. Это с одной стороны. С другой стороны, то, что, вот как Надежда сказала, то, что мы выпустили такого ребенка, 18 лет, он уже полноценный гражданин, практически не отличается от других своих сверстников, он может заводить семью. То есть здесь получается, что наша реабилитация приводит к тому, что, конечно, есть небольшой процент, когда это может передаться по наследству. То есть поэтому, чем, с одной стороны, лучше реабилитация, тем лучше для граждан, но, с другой стороны, это иногда может способствовать рождению детей с такими пороками. Хотя это не настолько страшно. Влияет ли такая патология на умственные способности? Есть такие случаи? Умственные не подтвердились. Если только действительно наследственные семьи наблюдаешь, когда семьи алкоголиков приводят своих детей, когда у него есть уже неврологическая симптоматика, то есть он в комплексе родился с многими проблемами, не только лица и полости рта, то тогда, да, можно говорить… Здесь нет прямой связи? Нет, нет, абсолютно. Это абсолютно адаптированные, грамотные, хорошие. Они только переживают из-за того, что это всё на лице, и уже лицо никуда не спрячешь, в отличие от азиатских стран, где можно и поранжу, и спрятаться, и укрыться. Да, но не решатся другие проблемы, всё равно нельзя будет нормально есть, всё равно нельзя будет нормально говорить, да? Это же влияет… В принципе, здесь влияет что? То есть влияет родители. Если спрятать поранжуи. Нет, ну это как вариант. То есть здесь родители, то есть мы, как врачи, не можем всё сделать. То есть мы такого ребёнка видим, например, там 20 минут, 30 минут в день. Если он лежит в стационаре, то может где-то неделя-две. А дальше всё равно, если родители занимаются таким ребёнком, то он развивается в нормальном ребёнке. Если родители не занимаются даже со здоровым, скажем, ребёнком, то есть родился без каких-то пороков. Они его там не учат читать, не учат писать. То есть можно из обычного ребёнка сделать совсем нехорошего граждания. Если же мы занимаемся, то они педагогически точно такие же. Головной мост такой же, как у всех остальных. Они соображают. Причём они даже сообразительны, чем детки, кто рождают без пороков, потому что они уже на ранних этапах учатся выживать, потому что им сложнее. Поэтому они намного быстрее и сообразительны. Бывает, что очень даже опережают других деток. Хорошо. К какому врачу нужно обращаться для лечения данной патологии? Ну, лечение здесь, я думаю, всем понятно, что таблетками, конечно, не лечится, только хирургическим путём. Но всё-таки вот кто... Так вот, первое, что приходит на ум, это пластический хирург, челюстно-лицевой хирург. Да, абсолютно правильно. То есть когда такой ребёнок рождается, то в роддом приглашают челюстного хирурга или хирурга-стоматолога, для того, чтобы он осмотрел ребёнка, поставил диагноз. В последующем, после выписки из больницы, им необходимо, или там родителям с такими детьми, встать на учёт в центр наш по лечению врождённой, приобретённой патологии челюстно-лицевой области. То есть там таких детей осматривает челюстный хирург, врач-ортодонт и логопед. То есть уже несмотря на то, что ребёнку ещё месяц, скажем, ни зубов, ни речи у него ещё нет, но это закладывается уже на будущее. Программа, что мы смотрим, оценив её состояние и планируем дальнейшее лечение поэтапно. Не только хирургию, что мы закрыли расщелину, а дальше уже как пойдёт. То есть по одному вы не занимаетесь такими детьми? Нет, это всё идёт комплексный подход. А в последующем уже, то есть мы, например, посмотрели, составили индивидуальный план. То есть там, например, зашиваем губу, в последующем там нёба, альвеолярный отросток. Параллельно с этим, то есть мы уже планируем, что когда ему будем одевать ортодонтические аппараты. Когда будет заниматься логопед. Потому что даже пока ещё не зашито расщелина, нёба, если в частности, то ребёнок будет всё равно пытаться разговаривать. Поэтому родителям рассказывается лечебная гимнастика, специальный упражнение для того, чтобы ребёнок учился формировать у себя речь. Потому что мы, в принципе, всё наше направление на то, чтобы устранить расщелину, а на то, чтобы ребёнок стал полноценным. То есть он мог обычно разговаривать, обычно принимать пищу. То есть и это такая долгая, кропотливая работа, но она, к счастью, приносит замечательные плоды. А с какого возраста уже оперируют таких детей? Первая операция, это если мы говорим про расщелину губы, проводится в возрасте от 3 до 6 месяцев. То есть когда ребёнок у нас компенсировался, мы устраняем расщелину верхней губы. Потому что, скажем, она находится в видимой части, потому что расщелину нёба, в принципе, на улице мы и не увидим, если там в рот не заглядываем. Расщелину же губы, это, скажем, на лице всё видно. Поэтому мы оперируем в таком возрасте. Вот если мы говорим про расщельину нёба, то она уже оперируется в возрасте 11-12 месяцев. То есть так называемый доречевой период, когда ребёнок ещё не разговаривает, и мы создаём условия для того, чтобы начал разговаривать. В последующем уже мы передаём наших детей врачам-ортодонтам, для того, чтобы они проводили свои процедуры, чтобы готовиться к следующим операциям. То есть после операции через какое-то время попадает к вам ребёнок? Да, ещё когда ребёнок становится контактным, с ним можно найти общий язык, обычная практика с 5 лет, но мы берём детей с 3-х летнего возраста, когда мы с ним начинаем общаться, и он даёт нам возможность сделать какие-то процедуры, потому что это же всё не под наркозом, а только личный контакт, желание родителей, в первую очередь, конечно, на этом этапе, и объяснение ребёнку, для чего мы это всё делаем. Потому что если, вот Сан Сергеевич сказал, что если родители ничего не хотят изменять, то у ребёнка, конечно, у него не появится это желание. В данный момент он с возрастом может захотеть исправить прикус. А так вот с 3-х лет мы начинаем с ними работать. Но в грудном возрасте, если требуются мероприятия ортодонтические для подготовки к хирургическим этапам, то и в грудном возрасте изготавливаются специальные пластинки для улучшения кормления таких детей. А расщелины верхней губы и расщелины нёба могут быть как отдельно, так и вместе у человека? Да, они могут быть изолированы. Бывают только расщелины губы, может быть, расщелины только мягкого нёба, где у нас, может быть, твёрдого и мягкого, может быть, всё сочетаться, может быть, сочетаться с расщельной альвеолярного отростка, там, где зубы. То есть так называемая сквозная расщельна, когда она начинается от губы и до задней стенки глотки. То есть они по-разному. Какая из этих патологий самая сложная для хирургов? Самая сложная – это двустороннее сквозное расщелье верхней губы и нёба, то есть когда с обеих сторон расщелена губа, расщелена альвеолярный отросток и твёрдое и мягкое нёба на всём протяжении. Здесь проблема у нас, во-первых, эстетическая, то есть когда, так называемая, чулесная кость, там, она выбухает под нос и практически может ставить с уровнем с носом, то есть зависит от тяжести патологии. Это, скажем, у некоторых людей вызывает, ну, как обезображивающее впечатление, что это, как раньше говорили, что это там дети уроды. То есть, к сожалению, это было. Сейчас мы от этого отказываем, что это никакие-то… Ну, увы, это ещё и будет. Ну, к сожалению, это и есть, да. Особенно вот это и бывает у нас дети, у нас очень такая категория, очень жестокая, они сразу же приклеивают на таких детей ярлыки. Поэтому мы стараемся сделать то, чтобы, выходя, скажем, на общение со сверстниками, это было уже не видно, чтобы он не становился изгоем, ребёнок такой. Потому что у него выбор либо стать изгоем, либо быть очень агрессивным, чтобы доказывать, что он не хуже, чем свои сверстники. Вы называли хирурга, ортодонта и логопеда для комплексного лечения таких детей. Вообще, напрашивается мысль, что ещё и психолог, наверное, нужен. Конечно, там нужен психолог. Причём психолог для работы не только с ребёнком. И с родителями. Но и с родителями. Потому что рождение ребёнка с такой патологией, в первую очередь, конечно, это стресс для родителей. Потому что ребёнок ещё не понимает, что он врождён с каким-то пороком. А родители, бабушки, дедушки, конечно, для них стресс – это серьёзная ситуация. Но сейчас у нас работает в центре также психолог, который проводит беседы с ребёнком, беседы с родителем. То, что для нас самое главное – это сформировать у них мотивацию на то, что они должны быть здоровы сами. То, что мы не можем их вылечить. То есть мы им помогаем выздороветь, но если они не настроены на выздоровление, то все наши усилия, к сожалению, могут закончиться неудачей. Дети же, они ещё несознательные. Настроиться, наверное, им сложно, особенно маленькие. Как вы с ними работаете? Ну, сложно им настроиться, на самом деле, особенно малышам. Им всегда показываешь примеры. Вот у нас очень много моделей, и когда достаёшь какие-то образцы предыдущих детей, демонстрируешь, что вот так было, вот так стало. Посмотри, как у тебя. То есть на самом деле дети, любые дети с этой патологией, с нашей, с другой, они не замечают, что у них проблемы в полости рта. Очень много людей не замечают эту проблему. Они живут, просто радуются жизни. И только убеждая, что это надо для того, чтобы было ровно, чтобы была возможность красиво улыбнуться, чтобы была возможность принимать пищу, тогда вот, да, они понимают, что надо это делать. Кстати, ведь многие из звёзд экрана, я когда заинтересовалась темой и начала искать, увидела, что многие из звёзд экрана в своё время имели подобную патологию, и тем не менее проблема решена, и люди снимаются в кино и так далее. Ну, есть такой элемент недоверия у нас к отечественной медицине, и знаю, что у многих есть желание поехать прооперироваться, например, в Израиль или куда-то ещё в другую страну. Вот ваш центр, насколько он востребован, и потом, ведь это, наверное, очень дорогостоящие лечения и операции, как родители с этим справляются, как это компенсируется? На самом деле, в рождённые пороки нас оперируются абсолютно бесплатно, то есть это входит в медицинскую помощь в систему ОМС, то есть обязательно медицинского страхования. То есть такие дети могут получать оперативное лечение, логопедическую помощь, входит туда также и ортодонтическая помощь, потому что у нас это как бы комплекс таких услуг. В отношении уровня специалистов центра, то он у нас достаточно высок, то есть у нас 5 лет назад приезжал профессор Люба, это президент Всемирного центра Клефт, ну это расщелина. И он высоко оценил наши успехи в плане хирургии, единственное, сказал, что, к сожалению, у нас страдает этап реабилитации, то есть мы можем прооперировать как надо, но не всегда у нас есть возможности, оборудование, умение реабилитировать таких детей. То есть поэтому с нашим центром был заключен договор с благотворительной организацией Запад-Восток из Германии, из земли Баден-Вюртенберг, что они взяли наш центр под патронаж, то есть прошлой осенью мы ездили уже учиться в центр Байерсброн, в город Байерсброн, в центр по логопедии, где были объяснены современные технологии логопедического массажа, общих методик. И когда мы привезли их сюда, в Самару, потому что это у нас широко не распространено, к сожалению, то мы уже видим реальные успехи у детей, которые даже маленькие, то есть вроде банальное жевание трубочки, как бы кажется, что это абсолютно бесполезное занятие. Но если все делается в комплексе, с массажем, мышц лица, не оба упражнения для языка, для, скажем, упражнений, которые направлены координацию движения. То есть есть чему учиться-то? Есть чему учиться, но в плане реабилитации. То есть мы, в принципе, сейчас с ними достаточно активно сотрудничаем, и, в принципе, у нас очень хорошие результаты. Насколько мне известно, недавно у вас побывала делегация ваших коллег из Германии. Да, к нам недавно приезжал бургомистр по медицинским и социальным вопросам города Штутгарт, мадам Фитцер, наверное, фрау Фитцер. То, что она, в принципе, оценила результаты наших работ. То есть она посмотрела на детей, которые были еще не прооперированы. Посмотрела на детей прооперированных. Был у нас молодой человек, 17 лет, на заключительном этапе операции. То есть, в принципе, они были очень сильно этим удивлены. Потому что в мире, к сожалению, существует такое мнение, что... Ну, или в России, то есть в мире, наверное, вряд ли кто знает про Самару. Что Самара достаточно глубокая провинция, где мало что могут делать. Они, в принципе, были очень довольны результатами. И они одобрили наше сотрудничество. Они также приезжали еще посмотреть, как мы сотрудничаем с этой немецкой организацией. Потому что про наш центр немцы уже говорят на своих выставках. То есть у нас есть фотографии, где они показывали наш центр, как они приезжали к нам в гости. Также они подарили нашему центру автомобиль для перевозки детей из района. Для того, чтобы, например, из отдаленных районов бывают финансовые трудности у родителей. Что, например, выехать там 500 рублей сюда, 500 рублей обратно на ребенка, на себя. Вот. На этом автомобиле мы можем возить детей из районов. Например, собрали мы из района 5-6 детей, перевезли в центр, мы их посмотрели и отвезли обратно. То есть это тоже подарок этой благотворительной организации, чтобы помочь таким детям. Ну, я думаю, без комментариев совсем не обязательно в Израиль, да? Да, точно. Раз в Самаре у нас существует такой центр. Ну и, наверное, последний на сегодня, Надежда Александровна. Можно ли как-то все-таки не допустить закладывание такой патологии у плода? Есть какая-то профилактика? Мне так хотелось бы, чтобы у нас в Самаре это начало действовать с гинекологами, с педиатрами, с диетологами. Ну, просто профилактика нам вот крайне необходима. Вот, будучи на этом Конгрессе, я видела, что мы работаем, как вот С.М. Сергеевич сказал, мы на уровне. Мы работаем на уровне. То есть Вам за это не стыдно? Нет, мне было нисколько не стыдно, потому что и ортодонтическая, и хирургическая служба у нас на высоком уровне. Вот у нас стоит вопрос о профилактике, о контроле за этими детьми, чтобы они, когда были взрослые, они были не оставлены, да, потому что мы их 18 лет отпускаем во взрослую жизнь. А вот если бы у нас была такая возможность отслеживать, приглашать, то есть чтобы это было все, ну, наверное, да, бесплатно, в конце концов. Ну, центр расширять надо, я так понимаю, да? Ну, к сожалению, мы только детское население можем обслуживать, то есть у нас такова система здравоохранения. То есть мы бы и рады помогать детям, которые уже стали сами родителями или готовятся стать родителями. Вот, но не всегда это возможно. Ну, что остается пожелать Вам удачи и расширения возможностей. Спасибо большое за консультацию. Наши предки в связи со своей невежественностью связывали рождение ребенка с расщелиной неба и верхней губы с воздействием нечистой силы. Современные врачи точно знают, что это генетически обусловленное заболевание, но ген этот не всегда проявляется. При бережном отношении к своему будущему ребенку, отказе от вредных привычек и правильном питании, риск рождения ребенка с любыми пороками развития минимален. Будьте здоровы, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин